Ну, вы знаете, действительно, у нас сегодня такая, в общем, не очень обычная программа, которая носит название «Вечер анекдотов». Но что такое анекдот? Вы знаете, я так готовился к этому концерту, взял словарь Дали, чтобы прочесть и узнать, что такое анекдот, так классически определять. Значит, анекдот — это короткая, смешная, сжатая в изложении история, байка-баутка. Ну, на этом, я считаю, теоретическую часть мы уже с вами можем закончить. Итак, анекдоты у нас бывают разные. На мой взгляд, они делятся на такие две большие половины смешные и не смешные анекдоты. Ну, а во-вторых, анекдоты, ну, какие у нас бывают? Ну, детские, конечно, анекдоты. Конечно, детские анекдоты про Грузию, да? Сразу-то как-то. Про армян, да? Конечно, про узбек, про хохлов, совершенно верно, как-то под меня уже здесь копают, спасибо. Про хохлов. Ну, анекдоты бывают еще у нас, конечно, политические. Действительно, еще в свое время, когда армянскому радио задали такой вопрос, кто это у вас там сидит и сочиняет анекдоты. Армянское радио ответило, кто сочиняет, тот и сидит. Ну, сейчас, в общем, времена как-то у нас меняются. Но я так смотрю, здесь у нас столько в зале очаровательных женщин. Ну, тогда я сразу так начну для вас, дорогие женщины, с таких женских рождественских историй. Ну, тоже так вот, под праздник, женщина выходит из ресторана, так, навеселе, останавливает такси. Таксист останавливает, открывает дверь, она нагибается туда к нему и говорит, «Шеф, свободен?» Он говорит, свободен. Потанцуем. Значит, такая еще одна женская история, тоже так вот, под праздник. Женщина приглашает себе в гости мужчину, накрыла прекрасный стол, на столе стоит шампанское, закуски, фрукты. Прекрасно проводит время, все уже выпито, все съедено. Она смотрит на часы, потом смотрит на него и говорит, «Ну, все, теперь ты мой». Он говорит, да, ага, сама мой. Знакомая ситуация? Ну, хорошо, я вот смотрю, как-то вот здесь у нас слева такие очень суровые сидят женщины. Ну, я знаю, что на суровых женщин очень хорошо действуют такие детские истории. Ну, тоже так вот, в школе у нас идет день знаний, урок, учительница задает своим ученикам вопрос. Говорит, «Ребят, пожалуйста, отгадайте такую загадку. Летят по небу два крокодила. Один с севера на юг, второй в пятницу. Сколько мне лет?» Один мальчик встает и говорит, «24». Она говорит, правильно, говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, «Ну, вы знаете, когда я дома своему папе загадал эту загадку, он мне сказал, что я полудурок, а мне 12 лет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова